В школе произведения Чехова входят в общеобразовательную программу. На уроках литература ребята читают, обсуждают прочитанное, после пишут сочинения. А в Видновской школе номер 7 к изучению произведений классика подходят творчески. Уже не первый год режиссер Андрей Коршунов вместе с учениками 7 класса ставит разнообразные спектакли. В этом году по восьми рассказам Антона Палыча. Разве так можно? Не дай бог узнает, в гимназии вас нас включат! Готовились долго и тщательно. Репетиции проходили как у профессиональных актеров. Вначале разбирали роли по амплуа, читали, учили текст, разводили по мизансценам. Репетиции происходили практически еженедельно, по несколько раз. Целая была система мизансценирования, отработки текста, разбор внутренней линии поведения роли и так далее. То есть большая кропотливая работа. Юным актерам было не просто выполнять все требования режиссера. Так, например, Кирилл Горюшкин перешел в седьмую школу совсем недавно. И в дебюте ему досталась роль на сопротивление. Андрей Валерьевич сразу меня нашел. Я как бы тут недавно переехал, видно, и пришел в новый класс, никого не знаю. Андрей Валерьевич сразу меня заметил. Мы немного поиграли, припасировал, сказал, что я буду у него играть. И он выбрал для меня роль такого молодечки, восьмилетнего мальчика, капризничего. Ну, что у меня такая внешность, и, в общем, я могу сыграть. Рассказы Чехова выбрали для постановки не случайно, ведь затрагивающиеся там проблемы понятны всем и актуальны по сей день. Проблемы по своему основанию будут всегда в зависимости от какого уровня. Если сейчас они наклины до предела, то, может быть, в чеховское время они были менее интересны, и постановление определенных сцен в то время было столь популярным. Премьера удалась. Ребята успешно отыграли спектакль. Зрители остались довольны и после премьеры делились впечатлениями. Очень понравилась игра актера, потому что они играли выразительно. Мне очень понравилась отрывок из спектакля «Лошадиная фамилия». Очень хочется, чтобы продолжали то, что начали, чтобы оно не остановилось, а можно было посмотреть еще какую-то интерпретацию другого какого-то автора. Конечно, будут и другие авторы и новые постановки. Главное, что у ребят есть интерес к творчеству, а у зрителей желание приходить на спектакли вновь и вновь. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.